Приветствую вас. Вопрос касается взаимного поздравления с праздником. Я встречаюсь с парнем три года, живем вместе. Хотелось бы услышать мнение со стороны, может быть даже совет. 8 марта он меня не поздравил с праздником. На следующий день я у него спросил, чего ты меня с праздником не поздравил, на сцену ответил сначала я забыл, потом, но ты же меня не поздравил с Международным Днем Мужчин, 5 ноября. Мне стало обидно, мне с детства привили с Днем Мужчин, день 23 февраля, а женский 8 марта. 23 февраля и февраля я его поздравила, подарок вручила. Он затаил на меня обиду, что я его не поздравила 5 ноября. Я раньше вообще про этот праздник не слышал, на второй год отношения мне сказал про него, я его тогда поздравила, а год спустя я действительно забыл вопрос, у меня в семье никто об этом празднике не знал и, соответственно, никто никого не поздравлял, поэтому в голове не отложилась эта дата. После того времени, когда он напомнил о том, что я его не поздравил, я извинилась, объяснил, что у меня не принято было и я забыла. Я не знаю, может я реально виновата, ведь видимо для него это было важно, но с другой стороны я не специально забыл, а он намеренно меня не поздравил. Не знаю, как реагировать на всё это. Я бы сказал, что здесь есть два основных момента. Первый момент это то, что вы выстраиваете отношения как будто бы больше на гендерных основаниях, то есть слишком много, на мой взгляд, выделяется внимание, ну, мужскому и женскому, так скажем. Это с одной стороны, а с другой стороны я бы сказал, что у вас, ну, отношения довольно незрелые в этом смысле, раз, как бы, праздник, ну, раз, из этого можно устроить конфликт и как-то даже вот, ну, не обговорить что-ли подобное. То есть обиды возникают тогда, когда у людей достаточно незрелые отношения. Вместе, вместе с тем, на мой, на мой взгляд, у вас наручена коммуникация. Это означает, что вы не коммуницируете на таком, таком конструктивном уровне, чтобы решать проблемы, ну, скажем так, без обид. Да? Ведь вы почему-то не спросили его об этом в день праздника, а спросили только на следующий день, что, как бы, вызывает вопрос. Он вначале сказал, что забыл, и лишь потом сказал правду. То есть это все наводит, наводит на мысль, по крайней мере, меня, о том, что у вас наручена коммуникация, и коммуникация наручена достаточно серьезно. Вот, поэтому выстраивать коммуникацию в отношениях очень-очень важно в данном случае. Поэтому я бы обратил внимание вот на эти моменты. Понятно, что вам сейчас обидно, и понятно, что вам, ну, что вы сейчас испытываете. Я думаю, что начинать здесь имеет смысл, конечно же, с проживания ваших чувств по поводу этой ситуации. То есть если у вас есть чувство обиды, если у вас есть чувство вины, если у вас есть какие-то еще другие эмоции и чувства, то вот все их нужно проживать. Чем лучше вы их проживете, чем качественнее вы это сделаете, тем легче вам будет. С другой стороны, если мы говорим о том, что у вас возникает чувство вины, то это значит, что в какой степени вы попали в манипуляцию. Это, конечно, не означает, что ваш молодой человек обязательно плохой, нет, ни в коем случае, но манипуляция это не очень хорошая история. Здесь нужно выяснить, конечно, момент, связанный с тем, а свойственно ли для вас в целом испытывать вину, да, или вы испытываете вину, например, только с, допустим, ну, например, только с своим молодым человеком. Вот, потому что за чувство вины, как правило, всегда что-то скрывается, например, скрывается страх потерять человека, например, скрывается нежелание, там, остаться одной, боязнь остаться одной и так далее. То есть вариантов довольно много. Все эти варианты могут иметь достаточно серьезное значение, поэтому я бы сказал, что на это имеет смысл обратить внимание. Вот, пожалуй, такой ответ я мог бы вам, ну, пока что предложить с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. Если молодой человек, если ваш молодой человек считает это проблемой, да, то есть если вы, или если вы считаете проблемой то, что вот, ну, в целом, вот, такие обиды у вас, например, возникают, да, и так далее. Кстати, это первый раз, когда вот, так вот, ну, обиделись, вы, получается, взаимно друг на друга, или это не первый раз, то есть это тоже нужно выяснять. Но такое ощущение, что даже если это был первый раз, то такое ощущение, что вы друг другом не ведете себя так, как будто вы можете быть сами собой. То есть как будто бы вы неестественны, вот, как будто бы вы не свободны. Это тоже нужно корректировать, потому что на отношения это, ну, влияет и влияет довольно сильно. В любом случае, причем, в любом случае, это влияет на отношения довольно сильно. Вот, поэтому я вижу проблематику, ну, я вижу проблематику здесь именно с такого плана. То есть я вижу такой момент, что вам необходимо посмотреть, насколько вы вообще являетесь сами собой, да, насколько вам, ну, комфортно в отношениях, удобно в них, насколько вы чувствуете себя естественно и так далее. Значит, на мой, ну, как бы, взгляд, на мой скромный взгляд, ну, у вас, скажем так, с этим есть определенные проблемы. Вот, и последнее, на что хотел бы я обратить ваше внимание, это, пожалуй, на ожидания. То есть обиды это всегда про ожидания. Обиды всегда про ожидания, обиды всегда про то, что чего-то, кто-то чего-то от кого-то ждет, и обиды это всегда про то, что эти ожидания не оправдываются. Вот, поэтому, как бы, здесь такой момент. Что касается поведения молодого человека, то ситуация, на мой взгляд, здесь такова, что, да, он проявляет некоторые свои специфические совершенно особенности. Вот, но об этих специфических особенностях, мне кажется, вам, вы должны быть осведомлены, осведомлены, вот, на мой, по крайней мере, опять же взгляд. Вот, ну, потому что это, собственно, ваш молодой человек, да, вот, и если вы не в курсе особенностей своего молодого человека, то, конечно, это в любом случае вызывает определенный вопрос. Это вызывает вопрос о том, насколько вы хорошо своего молодого человека знаете, это вызывает вопрос о том, насколько вы хорошо знаете, что за человек, мужчина, мужчина, с которым вы, грубо говоря, взаимодействуете. Вот, соответственно, на эту, на эти моменты также необходимо обратить вам свое внимание. Ну, потому что, если вы не принимаете, например, в расчет то, какой человек находится перед вами, то, ну, скорее всего, будут, к сожалению, довольно серьезные проблемы, довольно серьезные последствия. Вот, довольно серьезные последствия, такие, например, как, вот, обиды, да, и так далее. Вот, то есть, у вас какие-то ожидания были, у него какие-то ожидания были, и так далее. То есть, это происходит из-за того, как правило, что люди просто, вот, не очень понимают, кто перед ними и чего ждать от такого, ну, человека. Вот, а было бы весьма неплохо, если бы и вы, и он знали, кто перед ним, если бы и вы, и он знали, кто из вас кто. Вот, но это возможно только, если люди не стараются быть кем-то. В вашем же случае, на мой взгляд, вы как раз таки это и пытаетесь сделать, то есть, на мой взгляд, вы пытаетесь быть кем-то. На мой взгляд, ваши отношения имеют, скажем так, имеют чересчур, наверное, официальный характер. То есть, как будто бы вы слишком официальный, как будто бы вы слишком, ну, слишком много придаете значения именно официальности. Вот, ведь подарки и поздравления, это, по большому счету, и есть официальности, это, по большому счету, и есть то, что непосредственно к чувствам, да, непосредственно к чувствам, непосредственно к искренности отношения не имеет. То есть, подарки, подарки, поздравления, праздники, это все очень хорошо, но это не более чем, я бы сказал, не более чем некая такая традиция. Вот, совершенно не важно, новая это традиция или старая, совершенно не важно, как вы к этой традиции относитесь, важно немножко другое. Важно то, что эта традиция не является, как бы, первостепенной, что ли, по отношению к вашим отношениям, не является первостепенной по отношению к вашим чувствам, не является первостепенной по отношению к тем, кто вы по своей природе. Вот, а в вашем случае, да, ситуация, на мой взгляд, складывается именно вот, ну, именно таким образом. Вот. То есть, на мой взгляд, ситуация складывается как раз не лучшим образом. Ну, в этом смысле. Для вас. Вот. И мне кажется, что именно этот аспект, вот, и нужно решать вам. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Вам это пригодится. Спасибо.